С чем у вас ассоциируется эта картинка? Рай, блаженство, отдых, может быть отпуск? Неописуемая красота, не правда ли? Такими прекрасными видами хочется любоваться до конца жизни. До конца своей недолгой жизни, так как приехав сюда, в дельту реки Мекон, во Вьетнаме, вы рискуете умереть от самой резистентной формы малярии, которая только есть на этом свете. Особенность этого места заключается в том, что здесь обитает наиболее опасный вид малярийных плазмодиев, которые сумели приспособиться к большинству лекарственных препаратов. И при нынешних темпах развития или попустительства, могут очень скоро приспособиться и ко всем остальным. Всем огромное медицинское приветствие! Сегодня я расскажу вам о таком опасном тропическом убийце, как малярийный плазмодий. Проведу вас через весь тернистый путь открытия всех его видов и форм, и поведаю вам историю борьбы с этой напастью. Малярия Малярия – это по большей части тропическое и субтропическое заболевание, которое проявляется в виде озноба, лихорадки, сильного жара, тошноты, помутнения сознания, галлюцинациями и другими не очень приятными штуками, которые в конце концов убивают носители. Причем приступы лихорадки имеют свою цикличность и повторяются каждые 2-3 дня. Жар и лихорадка продолжаются в течение 10 часов, после чего температура спадает до следующего раза. Это связано с жизненным циклом малярийного плазмодия, но об этом чуть позже. Каждый год малярия заболевает от 200 до 500 миллионов человек, из которых от 1 до 3 миллионов с летальным исходом. И большинство этих людей – это дети до 5 лет и беременные женщины. Это довольно древнее заболевание. Первое его летописное описание отходит в 2700 год до н.э. к Древнему Китаю. В рядах ее возможных жертв были такие выдающиеся личности, как Александр Македонский, Христофор Колумб, Чингис Хан, Данте и Лорд Байрон. Район ее распространения охватывает 106 стран, в которых живет около половины населения всей планеты. Она находится на пятом месте в мире по числу летальных исходов среди инфекционных заболеваний, и темпы ее распространения за последние 40 лет увеличились в 2-3 раза. Но не стоит паниковать, основные очаги ее заболеваемости – это тропики. Это Африка, Индия, Вьетнам, Колумбия, Камбоджа, ну и Бразилия. Сейчас ареал распространения этой заразы немного отошел к странам третьего мира и тем местам, которые больше всего по климату для нее подходят. То есть туда, где живут малярийные комары и где полному жизненному циклу малярийного плазмодия не мешает, к примеру, холод. Но так было не всегда. Совсем недавно она очень широко была распространена и в умеренном климате. Ее можно было встретить без проблем в США, Скандинавии и даже Канаде. В Англии ее называли болотной лихорадкой из-за того, что она была широко распространена в низменных прибрежных районах. Для многих народов, населявших побережья Черного и Средиземных морей, малярия была эндемическим заболеванием. Везде, где жил малярийный комар, была и она. В США буквально 100 лет назад ежегодно регистрировалось около полумиллиона случаев заболевания малярией. А в СССР с 1934 по 1935 год было зарегистрировано более 9 миллионов случаев. Начали понимать малярию около 140 лет назад. И абсолютную точку в этом вопросе ученые поставили буквально недавно, открыв все жизненные циклы всех видов плазмодиев. Начался этот процесс еще в 70-х годах позапрошлого века. В 1880 году с открытия одного армейского врача по имени Шар-Луи Альфонс Лаверан. И надо сказать, что это именно то время, когда активно формировалась картина мира, основанная не просто на допущении, что все болезни исходят из воздуха, а именно то самое время, когда человечество открывает разные бактерии и начинает уже с ними бороться приближенными к современным методами. До этого люди думали, что все болезни это дело рук вонючих мязмов, а не паразитических микроорганизмов, к примеру. Да и само название малярия тому подтверждение. Оно происходит из двух итальянских слов. Malaria, что дословно означает плохой воздух. Это были времена великих открытий в медицине, когда такие микробиологи, как Луи Пастер и Роберт Кох, шаг за шагом открывают бациллы сибирской язвы, туберкулезную палочку и холерновибрион. И эти их достижения, несомненно, повлияли на открытие этого простого армейского врача. Лаверан выделяет малярийного плазмодия, находясь в Алжире, в составе экспедиции по изучению малярии. Но ему не верят, так как это первый случай, когда простейшие были определены как источник заболевания. Но еще и потому, что в те времена теория мязмов была еще очень крепка, и никто из больших ученых не собирался вот так вот просто выбрасывать ее на мусорку. Но если во втором случае это была традиционная борьба устоявшейся парадигмы с тем, что ее, грубо говоря, шатает, то в первом случае это уже конкуренция данных, полученных современным способом. До Лаверана итальянские и немецкие ученые предположили, что малярия вызывается бактерией, но никак не простейшим. И представленные Лавераном доказательства сочли за то, что ему просто померещились какие-то непонятные жгутики, которые являются ничем иным, как просто результатом распада клеток крови. На такое недоверие, наверное, еще повлиял и тот факт, что Лаверан в медицине и науке как таковой был просто каким-то ноунеймом. Тут величайшие умы человечества бьются над разгадкой, а потом приходит какой-то ноунейм. Простой армейский офицер и делает такое открытие, за которое ему потом, кстати, дадут Нобелевскую премию в 1907 году. Но несмотря ни на что, Лаверант продолжал упорствовать. И в итоге, к 1884 году, ему удалось таки убедить ведущих итальянских малярологов, среди которых был инобилиат Камило Гольджи. Но действительно, по заслугам его оценили именно тогда, когда его достижения приняли такие именитые ученые, как Пастер, Ру и в результате Кох, который аж до 1887 года был скептичен. Целых семь лет понадобилось, чтобы его убедить. В итоге паразита раскрыли и признали, что да, именно он вызывает малярию, но как именно он попадает в тело человека, еще никто не знал. Было множество версий, от стандартных миазматических, которые просто переделывали под новые данные, до тех, которые утверждали, что малярия заражается через воду или даже пыль, выдуваемую с тех мест, где сушали болото и где раньше жил паразит. Выяснить, как именно человек им заражается, получилось в 1898 году. И сделал это открытие английский врач, который работал в Индии, Рональд Росс. Он установил, что определенные разновидности комаров передают малярию птицам и выделил паразитов из слюных желез комара. За это, кстати, в 1902 году ему и дали Нобелевскую премию. Но так, как и в прошлый раз, это достижение не было единоличным достижением одного лишь Росса. На протяжении 20 лет ученые со всего мира постепенно открывали все формы паразита. Сначала первую, вторую, третью и в итоге четвертую. Среди ученых, посодействовавших этим процессом, были и русские. Такие, как Дмитрий Леонидович Романовский с его пятнами, которые помогли выявлению паразита, и Василий Яковлевич Данилевский, который изучал паразитов у птиц. Их работа в том числе уже и помогла итальянским ученым открыть паразитов, которые убивают людей. Это не вся история открытия, связанных с малярийным плазмодием. Но я, наверное, и так вас порядком утомил всеми этими скучными рассказами. Давайте я вам, наверное, оставлю ссылочки в описании, и дальше те, кто заинтересуется, ознакомятся самостоятельно. А теперь давайте перейдем к еще более скучным вещам. Да, к жизненному циклу малярийного плазмодия. Как в теле человека, так и в теле комара. Собственно говоря, это нужно для того, чтобы понять, как он нам вредит и как с этим бороться. На самом же деле, жизненный цикл малярийного плазмодия это чертовская увлекательная штука. Вот без преувеличений, такого вы еще ни разу не видели. Интересный он тем, что это не просто какая-то хрень, которая проникает в нас и начинает там размножаться. Нет. Малярийный плазмодий не такой примитивный. Он намного сложнее. Вот настолько. Или же, если вот попроще, то вот настолько. Когда я первый раз его увидел, я тоже был слегка под впечатлением. Да. Но давайте поконкретнее. Малярийные плазмодии переносятся определенным видом комаров рода анофилес. И да, они у нас не в большинстве, но есть. И малярию вызывают только пять видов плазмодия. Вот эти. И все они имеют очень сложный жизненный цикл, в котором сочетается половое и бесполое размножение. Причем обе эти стадии не похожи друг на друга и проходят в разных носителях. То есть жизнедеятельность плазмодия в комаре очень сильно отличается от жизнедеятельности в человеке. Притом, что вид это один и тот же. То есть малярийный плазмодий эволюционировал так, что для полного жизненного цикла от А до Я ему по-любому нужны два резервуара. Человек и комар. По-другому никак, иначе они не выживут. Это говорит о том, что эволюционировал и приспосабливался паразит очень долго и прошел сложный тернистый путь. Начинается все с укуса зараженного комара. Самки комара. Которая нужна наша кровь, чтобы выносить потомство. Тогда паразит в виде спаразоита вместе со слюной этого самого комара попадает в нашу кровь. Добирается до клеток печени, оседает там и ждет. Ну, то есть размножается. На все это нужно время. Именно поэтому первые признаки малярии проявляются через 5-20 дней после укуса. Затем, достигнув определенного уровня развития, малярийный плазмодий уже в виде шизонтов начинает проникать в эритроциты. Это клетки крови, если кто не в курсе. Они начинают в них накапливаться и размножаться, постепенно выедая его изнутри. В итоге клетка крови теряет подвижность и начинает оседать на стенках сосудов. Шизонты в эритроцитах активно делятся и создают вместо одной большой клетки множество маленьких, которые называются мирозаитами. И в результате распада эритроцита все вот эти вот маленькие засранцы-мирозаиты попадают в плазму крови, вызывая приступ лихорадки. Дальше у паразита стоит цель захватить абсолютно все клетки крови, что, собственно говоря, в конце концов и убивает потом человека. Это еще далеко не все. Эти засранцы, они намного хитрее. Приступ заканчивается в то время, как они попадают в другие клетки крови, заседают там и начинают развиваться. Но не так, как в первый раз. А в этот раз они создают еще и половые клетки тоже. То есть понимаете, как все хитро? Первый раз они из одной формы переходят во вторую, чтобы потом, уже во второй форме, перейти от бесполого к половому размножению, уже вне тела человека. И вот для того, чтобы плазмодий жил, нужно, чтобы эти половые его клетки попали в комара, что и происходит, когда комар кусает зараженного малярией человека. Те клетки плазмодия, которые опасны для человека, погибают в желудке комара. Они просто не приспособлены для жизни там. А вот половые клетки там обживаются, формируют яйцеклетку и сперматозоид. И угадайте, что потом происходит в самом желудке комара? Правильно, оплодотворение. И уже оплодотворенная, она начинает в прямом смысле этого слова сваливать и закрепляться в стенки кишечника комара. Затем превращается в ацисту, споробласты и в конечном итоге в спорозаиты. Да, вот в тех самых товарищей, с которых все и начиналось. Они перемещаются в слюнные железы комара, и потом, как вы думаете, что? Да, они снова попадают в человека, чтобы там размножиться в достаточном количестве и вызвать пару-тройку приступов лихорадки. И казалось бы, зачем плазмодию человек? Он же и в теле комара неплохо так может жить. Но люди здесь служат огромными спермобаками для плазмодии. Так как в теле человека для образования будущего потомства крови просто предостаточно, не то что в комарах, которая потом ее будет пить еще у людей. Получается, в этой порочной цепи человек — это способ произвести гораздо большее количество потомства и увеличить свое влияние в этом мире. И не размениваясь при этом по мелочам. Вот такой вот он малярийный плазмодий. Интересный, ужасный и смертельно опасный. Справедливости ради стоит заметить, что малярию лечить научились еще в древности. И первым лекарством от малярии была полынь однолетняя. Ее целебное свойство обнаружил китайский ученый Гэхуна еще в 340 году нашей эры. Целебной она оказалась из-за того, что в ней находится артемизинин, который, к слову, выделить в чистом виде удалось только в 60-х годах 20 века. За это китайские исследовательницы по имени Туюю в 2015 году и дали Нобелевскую премию. Третью за все время связанную с открытиями в области лечения малярии. Но стоит заметить, что до того, как артемизинин выделили в чистом виде, его эффективность в разных его проявлениях оставляла желать лучшего. Но, как говорится, на безрыбье и рак рыба. Самое забавное, что премию ей дали в 2015 году. Но к этому моменту во многих районах Азии к артемизинину успел приспособиться малярийной плазмодией. И здесь людям приходится прибегать к более древним препаратам. И вот здесь на сцену вступает более интересный препарат, который, в отличие от полыни, был намного эффективнее в борьбе с болезнью. Хинин. Ну или карахиного дерева. Или же иезуитская кара. Это препарат, который на долгие годы обеспечил Европу, да и весь мир лекарством от такой страшной напасти, как малярия. История хинина начинается с открытия европейцами западного полушария. И одновременно с завозом малярийного плазмодия. Который для обитателей нового света был чем-то новым. И не менее опасным, чем чума, оспа, тиф, дифтерия, коклюш. Ой, для чего, короче, туда и не завезли эти европейцы. Хинин это вещество, которое содержится в коре. Существует около 30 видов этого дерева. Все они относятся к роду Цинхона. Родиной Цинхона являются восточные склоны Ант. От юга Колумбии до Боливии. Расположенная на высоте от 1000 до 3000 метров над уровнем моря. Открытие этого целебного дерева приписывают многим. Точнее, есть много версий, как его нашли. К примеру, одна из них говорит о том, что оно было открыто случайно. Одним испанским солдатам, который страдал от приступов малярии. И просто припал к источнику, вокруг которого росло много хинных деревьев. И чудесным образом исцелился. Или же история про графиню Чинчон, в честь которой якобы назвали лекарство в слегка измененном виде. Мол, эта графиня, которая была женой вице-короля, заболела малярией. И перепробовав все средства, решила согласиться на предложение доктора лечить ее местным лекарством. Которое и было корой хинного дерева. Потом, когда она выздоровела, она решила поделиться с миром этим лекарством. И завезла его в Европу. Ну и у этой версии есть недостатки. Точнее, несостыковки, которые не позволяют перенести ее из разряда гипотез. И по-видимому, да в принципе не по-видимому, об этом говорят ученые и довольно убедительно, что малярия в новом свете появилась с приходом европейцев. И не откуда-то там, а в принципе в большинстве, наверное, из Западной Африки. Вместе с рабами, которые работали на плантациях в новом свете. А так как европейцы в этом самом новом свете были гостями не совсем давними, то и малярия была одной из многих новых болезней. И поэтому гипотеза о чудесном традиционном способе, которым лечились прям веками, выглядит тоже слегка неубедительно. Плюс, по некоторым данным, этой жены у вице-короля уже вроде бы как и не было. К тому моменту, как он находился в Америке. В этом случае я предлагаю вернуться к монахам иезуитам. По крайней мере, эта версия выглядит наиболее изученной. В 1633 году священник Антонио де Ла Каланчо описал замечательные свойства коры лихорадочного дерева. И его братья иезуитского ордена в Перу сразу же начали использовать хинную кору для лечения и предотвращения малярии. Примерно лет через 10 или около того, брат Бартоломе Тафур привез в Рим это чудодейственное зелье. Слухи о том, что появилось новое работающее лекарство от малярии, распространялись очень быстро. И уже в 1655 году канклав, собравшийся для избрания нового папы, сохранился в полном составе. До этого, сколько бы они ни собирались, всегда несколько человек умирали от малярии. Затем уже именно иезуиты начали вывозить из нового света кору и распространять ее по Европе. Оттуда и название – иезуитская кора. Кстати, был еще один забавный случай с отрицанием лекарства англичанами. Скажем так, они не очень любили иезуитов, и так как за хинной корой прочно закрепилась репутация иезуитской, они напрочь отказывались ее принимать. В 1658 году от малярии даже умер сам Оливер Кромвель, который вот наотрез отказался от иезуитского лекарства. Ну и дурак. Но в 1670 году в Англии появилось новое чудодейственное лекарство от одного лондонского аптекаря и врача Роберта Тальбора, который очень сильно призывал англичан отказываться от дурацкой иезуитской коры и принимать его лекарства. Позже, уже после смерти Тальбора, обнаружили, что его чудодейственным лекарством было не что иное, как все та же иезуитская кора. Англичане, наверное, потом были в диком бешенстве от всего этого обмана. Но вроде бы никто и не возникал, так как люди-то выживали. Впрочем, в то время корой хинного дерева лечили очень много заболеваний. От пищевого расстройства и выпадения волос до рака. Да, в те времена это было нормальной такой практикой. Отчасти это, отчасти действительно сильное распространение малярии. Не забываем, что это времена активной колониальной деятельности. Стало приводить к истощению запасов хинного дерева. К концу 18 века ежегодно вырубалось около 25 тысяч хинных деревьев. Хотя кору можно было снимать и не срубая дерево. Но ведь если срубить его, можно быстро и легко содрать абсолютно всю кору. Но так же выгоднее. Тем более, что продавалась она совсем не задешево. А так как это был самый расцвет колониальной экспансии, то хинин нужен был прямо здесь и прямо сейчас. Нужно было что-то решать. Кстати, в то время у англичан вошло в традицию выпивать вечерком каждого дня настойку хинины. А так как она была очень горькая, то в нее стали добавлять джин. Так и появился напиток под названием джин-тоник. К тому времени ученым уже удалось выделить из хинной коры, в которой помимо хинина есть еще около 30 других алкалоидов, сам хинин. Также получилось выделить именно тот сорт дерева, в котором хинина больше всего. Но вот проблема. Во всех основных колониях Англии и Голландии малярия была эндемическим заболеванием. И хинин нужно было добывать как никогда быстро. Нужно было как-то научиться выращивать хинное дерево вне его традиционного места произрастания. Еще и потому, что эти места были не в юрисдикции Англии и Голландии. И цена на кору просто была непомерной. Настолько непомерной, что Боливия, Эквадор, Перу и Колумбия, для того чтобы сохранить свою монополию, запретили вывозить из своих стран целые деревья и семена. И опять жажда нажива поставила весь мир перед нехилой такой проблемой. Но, как говорится, деньги превыше всего. Это же их и погубило. Точнее их монополию. Так как всегда найдутся люди, которые готовы заплатить больше. Так в 1853 году директор ботанического сада Голландец Карл Юстус Хаскарл умудрился вывезти из Южной Америки целый мешок семян. Так же поступили и англичане, начав выращивать дерево в Индии и на Цейлоне. Но вот здесь возникла уже другая проблема. Вывезенные ими деревья не радовали наличием хинина в своей коре. Все приуныли и на время решили смириться с непомерными ценами монополистов из Южной Америки. Но так продолжалось недолго. И уже в 1861 году австралиец Чарльз Леджер уговорил боливийских индейцев продать ему семена того самого вида хинного дерева, в котором содержалось много хинина. Когда ему это удалось, он хотел перепродать семена англичанам. Но правительство Великобритании завыпендривалось, мол, мы в это больше не верим. Почему твои семена лучше тех, которые сперли мы? А вот правительство Голландии купило фунт семян этого дерева. И стоило это им всего 20 долларов. Позже эту сделку голландцы назвали самой удачной сделкой века, так как наличие хинина в коре этого вида дерева составляло целых 13%. А по сравнению с предыдущими попытками, это прямо успех. И уже к 30-м годам 20-го века 95% всей коры хинного дерева добывалось на Яве. Голландцы, надо сказать, неплохо так обогатились на всем этом деле. Рассказывать вам о том, как синтезировали чистый хинин, я, наверное, уже и не буду. Потому что я вас и так порядком утомил всеми своими скучными рассказами. Давайте я вам, наверное, лучше расскажу о нелекарственных методах борьбы с малярией. И о том, какую роль они сыграли в этой борьбе. Да, пожалуй, так и сделаю. Но сделаю это в другой локации. В начале 20-го века благодаря целому ряду факторов в Европе и Северной Африке заболеваемость значительно сократилась. В этом сыграли роль и совершенствование медицины, сокращение сельского населения, осушение болот, широкая доступность лекарств, да и в целом улучшение жилищных условий. Но тем, что поставило практически абсолютную точку в распространении малярии, является такое вещество, как ДДТ. Не те ДДТ, которые про осень поют, а такая штука под названием инсектицид. Этот химический препарат устроил холокост насекомым, что, черт побери, оказалось очень выгодно в борьбе с малярией. В 1955 году ВОЗ начал проталкивать опыление малярийных районов, что буквально за несколько десятилетий позволило некоторым странам избавиться от малярии практически полностью. На момент начала использования ДДТ в малярийных районах проживало 1 миллиард 800 миллионов человек. К 1969 году опасность заражения малярией сократилась процентов на 40. В Греции, к примеру, еще в 1947 году ежегодно регистрировалось около 2 миллионов заболеваний малярией. К 1972 году эта цифра сократилась до 7. Не 7 тысяч, а просто до 7 случаев. В Индии до 1953 года ежегодно фиксировали около 75 миллионов случаев. К 1968 году эта цифра снизилась до 300 тысяч. Что-то похожее наблюдалось и во всем мире. Люди в прямом смысле слова молились на этот инсектицид. В 1975 году ВОЗ даже объявила Европу полностью свободной от малярии. Но это продолжалось недолго, так как открылись и другие, уже не совсем полезные качества этого вещества. Все дело в том, что он имеет свойство накапливаться в тканях животных, да и убивает он не только комаров, но еще и насекомых, которые ими питаются. И в конце концов его чрезмерное распыление привело к тому, что появились комары, устойчивые к инсектициду. И постепенно под шумок защитников природы ДДТ перестали использовать в развитых странах. Причин этому было много, но в целом можно сказать, что распыление этого инсектицида освободило Европу и многие другие страны от такой опасной болезни. И хоть сейчас экологи вспоминают те времена, как страшный сон, ДДТ все же сыграл свою роль в защите человечества. Этакий хэнкок от мира инсектицидов. Он спасает человечество от большой напасти, но при этом из-за своего скверного характера приносит всем остальным очень большие неприятности. И вы сейчас после всего того, что я вам здесь наговорил, наверное подумали, а как же иммунитет? И да, за все это долгое время приспосабливаться научились не только паразиты, но еще и люди. У народов Африки и Азии, где малярия является эндемическим заболеванием, по-разному формируется некоторый иммунный ответ на малярийного плазмодия. И местные переносят малярию гораздо легче, чем приезжие европейцы или американцы. Но это еще не все. К югу от Сахары распространился один интересный вариант гена, который помогает его носителю не болеть малярией вообще. Таких около 25% из всех проживающих в этом регионе людей. Мутация заключается в наличии аномального белка гемоглобина в эритроцитах, то есть в клетках крови, как раз там, где и происходит основной жизненный цикл малярийного плазмодия. Гемоглобин отвечает за перенос кислорода ко всем жизненно важным местам нашего организма. И совсем незначительное его отличие от нормальных белков, гемоглобина, вызывает такую неприятную болезнь, как серповидно-клеточная анемия. Эритроциты здорового человека имеют округлую форму, и они достаточно упругие, что облегчает им путешествие по капиллярам нашего организма. А вот у больных серповидно-клеточной анемией около половины всех эритроцитов имеют жесткую вытянутую форму в виде серпа. Потому она так и называется. Такая их форма затрудняет прохождение эритроцитов через капилляры, и часто их забивает, что приводит к тому, что жизненно важные органы остаются без питания и кислорода. Да и в целом, такие клетки эритроцитов погибают значительно чаще, чем здоровые, что в целом и приводит к анемии. И до недавнего времени от серповидно-клеточной анемии умирали еще в самом детстве, из-за нарушения работы печени, сердца, почек или же инсульта. Но сейчас ее научились лечить, и теперь с ней люди живут достаточно долго и довольно-таки безболезненно. Весь прикол здесь состоит в том, что если у обоих родителей есть вариант гена, то ребенок заболеет серповидно-клеточной анемией и умрет еще в самом раннем детстве. Однако, если же этот вариант гена есть только у одного родителя, то ребенок может ей и не заболеть. Но в целом, что здесь более интересно, малярией он тоже не заболеет. Почему люди с этой и некоторыми другими видами анемии не болеют малярией, пока вроде бы как и неизвестно. Но известно, что именно из-за этого. Но здесь еще есть ряд условностей. К примеру, если у человека есть ген, но нет анемии, у него тоже могут быть проблемы со здоровьем, от которых он вполне может и умереть. Это все связано с самой физиологией развития таких эритроцитов. Хоть их количество в крови у таких людей, как правило, не превышает и 1%. Но суть здесь не в этом. Суть в том, что даже если ты не особо предрасположен к серповидно-клеточной анемии, и у тебя есть только один вариант этого гена, то ты все равно с какой-то долей вероятности можешь умереть. Так она работает. Но умрешь ты практически стопроцентно именно тогда, когда уже дорастешь до репродуктивного возраста и успеешь оставить потомство. То есть в эволюционном плане здесь все хорошо. Таким вот образом отбор поспособствовал появлению людей, которые обладали бы иммунитетом к малярии и не особо болели серповидно-клеточной анемией. И именно это, вроде бы как полезная мутация в гене, поспособствовало тому, что большинство его носителей на долгие поколения попали в рабство и были вынуждены всю свою недолгую жизнь работать на сахарных плантациях, обогащая европейцев. Работорговцы сразу пронюхали, что вот эти вот парни не болеют малярией, и активно вывозили их на плантации Южной Америки, как раз туда, где от малярии очень часто погибали местные. Кстати, у местных аборигенов не было выявлено такого аномального гемоглобина, что как бы в очередной раз доказывает, что малярия для местных это привезенная болезнь, и привезенная именно европейцами. В общем, малярия это не просто какая-то болезнь, от которой когда-то там умирали в Африке или в Азии. Нет, это вполне реальная угроза, от которой сейчас ежегодно погибает минимум миллион человек в год. Малярия сформировала нас, нашу историю, историю мировой торговли, войн, и прямо сейчас продолжает влиять на наш мир. Разработанные вакцины не обладают даже 50% эффективностью, а активная мутация плазмодия грозит нам всем еще большей резистентностью и еще более глобальными проблемами, которые нужно решать прямо сейчас, какими бы далекими и несущественными они для нас не казались. А на этом у меня все. Если вам понравился данный формат, и вам не скучно было слушать меня здесь целых там 20-30 минут, то поставьте этому ролику лайк, и подпишитесь на меня, если вы на меня еще не подписаны. Ну и также, если у вас есть желание поддержать меня финансово, все ссылочки будут в описании. И еще отдельное спасибо всем тем, кто делает это. Вот, вы большие молодцы, я вас очень сильно люблю. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока.